лада приора появилась в 2007 году на смену всеми нами известной вас 2110 она получила новые фары да вообще она получила более 1000 новых деталей то есть формально это новый автомобиль подразумевался он как семейное авто для поездок на дачу в школу детей возить хороший новый отечественный автомобиль для семьи но автомобиль получил огромную популярность среди молодежи они стали заниматься тюнингом потому что это огромное поле для тюнинга все запчасти дешевые то есть обслуживание дешевое да и сам автомобиль получился в принципе довольно симпатичный ничего лишнего наша приора не простая все привыкли видеть приоры задранные такие семейные но молодежь делает иначе ребята тонируют лоб меняют фары делают мотор и такое одно из самых у них главных это ходовка кого нету денег тот просто режет пружины кто побогаче то ставят короткоходы а кто боится высоты на максимум тот ставят пневму и тачка превращается в недвижимость она лежит на земле и в таком виде она более приятное более привычно нашему молодежному глазу это ехай на сегодня мы катаемся на супер приори поехали дизайн прибора разрабатывался совместно с итальянцами стены каталии из италии поэтому принципе по дизайну она получилась очень даже неплохой довольно симпатичный автомобиль за свои деньги она нереально низкая очень просто я стою вот автомобиль буквально по пояс за счет пневмоподвески поэтому не совсем удобно прямое положение в котором удобно рассказывать на данном автомобиле уже была затемнена оптика есть отражатели на бампере опять же крутой номер цвет кстати очень круто выглядит черная прям такая правильная приора как должна быть стоят довольно удобные ручки закрывается она прям плотно уверенно никаких люфтов как ни странно за данным автомобилем хозяин очень трепетно и тщательно ухаживает старается все пылинки по максимуму сдавать как вы сами понимаете в нее вложено довольно много денег пневма колеса музыка проклейка проклеена как танк на данной априори установлены 15 диски паллада в смпо резина нанканг размерностью 165 45 на 15 неудобно так сидеть резина китайская потому что только китайцы могут предоставить такую размерность резины дисковые тормоза 14 штатные ничего сверхъестественного ничего сверхнового сзади стоят тормоза барабанные поворотник убран стоит шильдик с е это тоже особая тюнячка на этом приорике переделано все вручную самим хозяином авто поэтому переделал даже фары они его не устраивали как штатные стоит ксенон как горят пацаны в два этажа установлены ангельские глаза каркас тоже внутри задут в черный но смотрится довольно броско агрессивно как решетка называется так style не знаю почему но вот такая вот решетка давай роняю на пол более привычно так на нее смотреть данный приводик уже идет в комплектации норма здесь установлен гидрач здесь также есть по-моему abs мотор 16 16 98 лошадиных сил в принципе для данного автомобиля его более чем хватает для передвижения по городу его более чем владелец данного автомобиля поменял здесь стандартную систему выпуска на паук 421 на увеличенной трубе также был поменян резонатор глушитель остался штатным потому что при такой посадке это расходник и он очень быстро кончается он теряется поэтому что было не жалко оставили сток да и не гнались за каким-то нереальным звуком хотели сделать чтобы машина была максимально стоковой комплектации в принципе про приоровский мотор особо рассказывать нечего это огромное поле для тюнинга ребята используют кто как кто-то ставит на них турбины кто-то делает злые атмосферники кто куда гораст запчасти недорогие и при сравнительно небольшом бюджете можно собрать добротный быстрый мотор который будет для отечественного автомобиля нормально и шустро валить каждый уважающий владелец приоры должен поставить себе огромный сап динамик направлен в ту сторону поэтому мы его не видим здесь ты толпа in erko на упаянерка шатает будь здоров усилитель кекс за счет того что стоит огромный усилитель просто так запаски вы не подберетесь вы вообще к ней не подберетесь пока вы его не достанете судя по габаритам эта штука весит over много и просто так туда не залезть багажник кстати довольно большой если хотите нагрузить картошки то мешка 4 точно войдет спокойно и штатная приора ляжет до такого же состояния как это багажник тоже был проклеен дабы не дребезжать не звенеть оптика кстати когда она вот так вот чуть-чуть затемнена она смотрится даже интереснее чем штатная есть правда колхозники которые наглухо задувают в черноту и когда ты едешь за ними днем ты просто не видишь светятся они не светятся эти фонарики и так салон лады приоры подлокотничек кстати довольно удобный рука удобно лежит я ездил на приводе на которой нет этого подлокотника и трука так болтается это неудобно некомфортно подлокотничек прям решает здесь мы видим блок управления пневмоподвеской морда зад включение компрессора управление печкой климатом автомобиля решено элементарно три крутилки ничего такого прям сложного есть пепельница в ней лежит мелочь владелец не курит материал не сказать что он какой-то прям сверх на самом деле не стремный нормальный материал нормально пластик учитывая что тачка наша отечественная он немножко жестковат это нормально чуть-чуть поскрипывает на этот принципе не критично потому что машина проклеена побольше своей части довольно приятно приборная панель тахометр спидометр температуры бенз здесь блок управления светом можно задрать опустить фары также здесь переключение самого света на тачке электро зеркала то есть это тоже немаловажный плюс есть центральный замок закрылся никто в тачку не залезет 5 ступенчатая коробка передач довольно приятный руль удобный он с толстым ободом хорошо лежит в руке переключалки также они идут уже с управлением компьютера который установлен здесь же можно посмотреть температуру расход ну и прочие прелести в принципе мне комфортно сидеть по салону также поставили еще дополнительно здесь кожаные чехлы на сиденье стандартные тут идут тряпка они любой комплектации идут тряпка здесь и поставил владелец авто кожаные чехлы в принципе я сижу меня не парит мне удобно комфортно чехлы лучше ли скажем так удобство сидения воздуховоды как на окно такие на лицо все работает автомобиль 2011 года она была куплена салона то есть он один хозяин видно что за ней ухаживают что холят лелеют не вкладывают деньги установлена музычка чуть навалил уже громко страшно даже тонировка здесь как говорится по госту пятерка в круг спереди съемная тонировка то есть случае чего ее можно резко отодрать и вам никто ничего не скажет на лбу тоже сделали тонировку не просто так здесь полосочка которая останется в случае отрывания нижней части но если с нашим доблестным гаи случится какие-то казусные ситуации неприятные здесь есть свет диодная лампочка подачки даже есть кармашек не забрада под какие вот это какие должны быть очки вот мы сюда точно не влезут не знаю под маленькую морду подходит зеркал нету так что девкам краситься придется в то зеркало центрального зеркала тоже нету она была убрана при тонировке стекла я так понимаю также здесь установлен датчик давления на пневму это обязательный датчик дабы знать что как зачем и почему кто бы что не говорил сейчас ребята могут там начать потом в комментариях греть будут приору фуфу это ребята купите себе какой-нибудь автомобиль тогда вы можете что-то говорить блин прикольное ощущение сидишь балуешься я так целый день баловался жопа пошла морда пошла о спустили забавная тема так-то взгляды тачка привлекает по-любому ты можешь подъехать на обычной высокой априори задранная ну чё но пятна чеки ну катана с олбом но стоит ее только уронить на землю и сразу все поворачивают на нее взгляд сразу все обращаются таки чё как где пока мы стояли настраивались вокруг народ ходил она лежала полностью на земле народ вокруг ходил и не понимал как она вообще ездит один мужик в недоумении стоял и смотрел на нее минут пять наверное остыть и думать как она ездит вообще остыть так обсматривает ее так и ушел видать с неразрешенным вопросом в голове ну и ладно ну чё по центра катаемся на пневмо априори насаженный довольно приятный звук за счет замены выпуска по салону пока едем ничего не скрипит ничего не принчит довольно тихо плане шумоизоляции все равно слышно как работает мотор довольно отчетливо довольно сильно пол же у тебя не проклеен но это к сожалению не спасает но в принципе как автомобиль она мне нравится тормоза справляются тоже никаких лишних вибраций биений звуков гулов стуков ничего такого нету повыше сейчас будем переезжать рельсы поэтому это обязательный момент двигателя такой прям басистый такой прям спортивный защита была хочу это нормально снаружи какой-то непонятный звук думал защита чиркает думаю ехать думал ехали низко ведь так это глушитель это нормально так громко просто как феррари блять в тагильском факты болисть там не стоять нигде из-за тонировки едешь и высматриваешь везде копов чтобы никого нигде не было потому что тачка с албом и не хотелось бы нарваться на какие-то ненужные разговора нашей доблестной полиции которая отлично работает ребята молодцы ты владеешь тачка уже получается четыре года как у тебя общее мнение о машине вообще очень ничего не все устраивает их поломок ничего не было так замена масла по прыгу подошел ремень грм грм поменял генератора менял пару раз потому что защита бьешь защитой защиту поднимает и ремень генератора рвался как язко ездишь на самом деле и боишься занять каждую кочку жопой потому что страшно на самом деле низко очень низко просвета с дорогой нет вообще гоняешь искры пускаешь да а в этом в кого масло лишь машина гоняешь нормально но видно что ты за машина ухаживаешь кучки эти неровности постоянно получше пневмой то страшно так ездить в россии каждой кочки боюсь очень низко страшно и низко субарик чиркнул чё-то бордюр собрал но ты еще поменял колеса на пятна чеки вообще как тебе пришло что ты захотел именно пневмо выездил на статике начали появляться не посидел интернете смотрел смотрел начали появляться как-то решил что хочу пневмо статика надоело не хотел ниже просто ниже 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 уже некуда на статике на статике у нас дороги раньше по крайней мере когда ездил на статике дорог не было сейчас хоть более-менее что сделали это да такой момент аккуратно просочимся на черной катаной приори на пневме как народ реагирует как бы на вагонке уже все привыкли и потому что езжу каждый день ее все видят все знают да уже все знают где-нибудь в район вчера ездил на руднике все были в шоке немножко народ удивлялся да не ну ты поставил сам ты оставил в гараже что у тебя по времени ушло мы резали лонжерон резали ночь получается я сам сначала под окна или сзади мусора еду думаешь что надо делать приехали сейчас давай опыта может опустим а не слушай они нас не видят поехали быстрее уважаемые гаи простите что я вас так плохо назвал больше так не буду тачка несмотря на то что она на пневме на мягкой казалось бы подвеске довольно уверенно себя ведет на дороге довольно шустро и быстро едет оперативно набирает скорость а мы оперативно поедем и где-нибудь встанем нет за нами что за нами за нами у о о о о о о о о о В общем, парни, катались мы на пневмо априори, посмотрели что и как, посмотрели изнутри и снаружи, отхватили штраф, это был Ехайна и пошел я пешком домой. Субтитры сделал DimaTorzok